Дорогая церковь, братья и сестры, рад вас видеть сегодня и вместе с вами размышлять на слом Божьем. Также приветствую гостей нашего собрания, те, кто смотрят нас в трансляции, те, кто смогли прийти и быть сегодня здесь с нами. Дорогие друзья, Конфуций, знаете такого, да, мудреца, однажды сказал, люди тратят свое здоровье, чтобы заработать деньги, а затем тратят деньги, чтобы восстановить свое здоровье. Нервно думая о будущем, они забывают о настоящем, так что не живут ни в настоящем, ни ради будущего. Они живут так, как будто никогда не умрут, а когда умирают, понимают, что никогда и не жили. Это знаменитая фраза, которая была многими мудрецами перефразирована, но смысл тот же. И несмотря на то, что это высказывание поражает нас до глубины души своей очевидностью, мало кто в этом мире не желает быть богатым и успешным. Люди готовы жертвовать временем, здоровьем, спокойствием, семьей, друзьями, совестью, какими-то моральными устоями или чистотой ради обогащения. Так как есть устойчивое ощущение, что богатство принесет нам много счастья. И несмотря на то, что еще никто не смог достигнуть счастья в материализме, так или иначе кажется, что, может быть, я смогу его там найти. Когда мы читаем мудрого Соломона, который говорит, все это суета-сует, и в богатстве нет ничего хорошего и нет никакого наслаждения, у нас возникает мысль такая, да, ты мудрый, да, ты попробовал, ты знаешь, но я бы тоже хотел попробовать, я бы тоже хотел на своей шкуре испытать и убедиться в том, что действительно в богатстве нет счастья. Погоня за материальными ценностями превращается в погоню за горизонтом. Чем быстрее бежишь ты, тем быстрее оно убегает от тебя. Ведь даже те, кто заработали огромное состояние, что даже не смогут потратить это все при своей жизни, то есть не смогут все это потратить на себя, они все равно почему-то не останавливаются в своей погоне только лишь потому, что до сих пор не ощутили себя богатыми, только лишь потому, что им до сих пор кажется, что они еще не достигли цели, может быть, вот еще, еще немножко, и тогда я почувствую эту свободу, и тогда я почувствую эту радость. Ощущение богатства и наличие денег – это разные вещи. Так некоторые люди, еле сводящие концы с концами, могут ощущать себя богатыми, а миллиардеры будут мучаться в кошмарах от того, что в этом году они не попали в топ самых богатых людей мира или просто потому, что в одночасье их состояние может не стать, и они озабочены тем, как бы сохранить это все и не потерять то, на что была потрачена вся жизнь. Таким образом, получается, что статус богатого зависит не от суммы, которой ты обладаешь, а от того, как ты оцениваешь себя или как ты ощущаешь себя, или с кем ты себя сравниваешь, или с кем сравнивают тебя. И оказывается, что богатый – это тот, кто имеет больше, чем окружающие его люди. Когда ты находишься среди бедных людей, если твое состояние немножко выше, кажется, что вот тогда ты богатый. Ну, по крайней мере, к тебе так относятся. И вот, кажется, есть простое решение этого вопроса. Если я хочу ощущать себя богатым, все, что мне нужно сделать, это просто быть ближе к тем, кто бедный, чтобы на их фоне ощущать, что я что-то имею. Но так не получается. Есть одна проблема. Глаза, одурманены манией богатства, никогда не смотрят на нищету. Они всегда нацелены только лишь на большее богатство. Поэтому, если человек поражен желанием быть богатым, он никогда не пойдет и не будет смотреть на тех, кто имеет меньше. Его глаза всегда из-за зависти будут смотреть на того, у кого больше. И это нескончаемая гонка. И вот, кажется, все это так сложно, и в этом так много самообмана. И как много во всем этом боли и разочарования. Ведь богатые тоже плачут, как было название одноименного сериала. То, через что люди хотят обрести счастье, то, какими инструментами они пользуются, чтобы наконец-таки стать счастливыми, оказываются несчастьем для них. И суетой сует, как сказал мудрый Соломон. А Иисус однажды сказал так, что польза человеку, если он приобретет весь мир? Иисус сделал такое предположение, а что если был бы человек, который смог приобрести богатство всего мира? Ну, тогда бы он смог сказать, что он самый счастливый и богатый человек на земле? Но нет. Продолжение этой фразы. И что польза человеку приобрести весь мир? А себя самого погубить? Или повредить себе? Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Матфея, 19 главу, где очередной урок Иисуса Христа своим ученикам как раз касается этой темы, темы материализма. Давайте мы с вами прочитаем эти строки, над которыми мы сегодня с вами будем размышлять. Давайте вставшим прочитаем Божье Слово. Мы читаем с вами с 23 стиха. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно. Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякие, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует вечную жизнь». Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя и благодарим за Слово Твое, которое Ты оставил сегодня для нашего назидания. Молим Тебя и просим, Господь, чтобы Ты сейчас открыл наши сердца и наш разум к пониманию Твоего Слова, к пониманию тех принципов, которых Ты хочешь, чтобы были заложены в нас, чтобы наша жизнь изменялась и преображалась, чтобы в нашей жизни было больше Тебя и было больше этого счастья и радости. Помоги, Господь, сейчас вникнуть в Слово Твое и быть внимательными, чтобы, Господь, Слово Твое, оно начало действовать в нас, преображая и очищая. За все, Боже, прими хвалу и благодарение. Аминь. Садитесь, пожалуйста. С чего же вдруг Иисус поднимает эту тему среди своих учеников? Кажется, что среди него, среди его учеников нет богатых людей, и кажется, зачем им нужна эта тема, они неискушаемы богатством. Но причина, почему Иисус начинает говорить об этой теме, это ситуация, которая произошла у них на глазах. Когда молодой, юный человек, будучи богатый, подошел к Иисусу, уважаемый, успешный, возможно, даже, который построил синагогу, ну, по крайней мере, описывается, что начальник синагоги, очень важный, влиятельный человек, который подходит к Иисусу и спрашивает, что нужно сделать, чтобы попасть в Царство Небесное. Наверное, ученики ожидали, что, да, ты уже и так много лишнего сделал, не переживай, все хорошо, ты и так уже точно там. Но Иисус сказал совершенно иное. Он вступил в диалог с этим человеком, как бы проверяя его веру, проверяя его упование, и нашел много расхождений с тем, во что верил сам этот человек. И, как оказалось, в самом конце богатство для этого человека было очень большой ценностью, от которой он не мог отказаться. Он готов был пожертвовать многим, он готов был пожертвовать всякими вещами в своей жизни, но именно богатство стало для него непреодолимой стеной, от которой отказаться он не мог, даже ради Царства Небесного. Ученики часто наблюдали за тем, как Иисус обогащал нищих, обездоленных, больных, давал надежду тем, которые на надежду уже больше и не надеялись. Но сейчас произошло совершенно иное, обратное. Он забрал надежду у того, кто более всего ощущал ее. Этот богатый юноша понимал, что он точно имеет спасение. Если не он, то кто? Он понимал, что спасение у него в руках, но, придя к Иисусу, он как бы перестраховывался. Или, другими словами, он хотел сделать еще нечто большее, чтобы уж наверняка, чтобы уж точно, чтобы и этот учитель убедил его в том, что не переживай, все хорошо, ты спасен. Но Иисус буквально выдирает его надежду, показывая, что нет, это не так, ты заблуждаешься. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И пойди и следуй за мной. Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Здесь указывается причина, почему юноша вместо радости о том, что он точно спасен, уходит с печалью, потому что его надежда была подорвана. Потому что Иисус указал на болезненный вопрос его жизни и веры. И вот это большое имение стало препятствием для этого молодого человека в том, чтобы следовать за Христом. Правильнее сказать, его неправильное отношение к богатству стало для него препятствием или помехой, чтобы следовать за Христом и обрести спасение. Иисус не мог скрыть проблему этого человека, которую он сам в себе совершенно не замечал. Иисус не стал просто жалеть и не хотел оставить этого человека в самообмане с ложной надеждой. Поэтому, несмотря на то, что эта информация огорчит этого человека, эта информация обличит этого человека, Иисус должен был сказать правду, проявляя заботу об этом человеке. И в другом Евангелии сказано, что он возлюбил его. И все это он сказал не потому, что он хотел его огорчить или как-то унизить при толпе. Иисус это сказал ему, потому что любил его и очень желал, чтобы он имел правильное отношение к богу и правильное отношение к деньгам. Иисус показал этому человеку, что он находится в самообмане, думая, что его отношение с богом и людьми на должном уровне – это совершенно не так. По сути, Иисус указал на три проблемные стороны этого человека. В своем богатстве он не замечал нужду людей, хотя думал, что он исполняет божье повеление, божий закон «возлюби ближнего, как самого себя». Но когда ему было предложено раздать имение нуждающимся, он огорчился и не захотел этого делать. он полностью уповал на свое богатство. Причина, почему он думал, что он имеет шанс на спасение, потому что он обладал богатством, потому что он был успешным. Богатство служило для него самоутверждением и любовью к себе. Это то, что располагало других людей к нему. Это то, через что он ощущал себя важным, нужным, высоким. Нам может показаться, что эти проблемы далеки от нас. Ведь мы не считаем себя богатыми, да и вряд ли кто-то здесь сидящий считает нас богатыми. Но ведь здесь речь не идет о количестве денег. Здесь речь идет о неправильном отношении к деньгам, о неправильном отношении к богатству. А именно это то, что может в нас быть даже тогда, когда у нас вообще нет денег, даже тогда, когда мы самый бедный человек, у нас тоже может быть неправильное отношение к деньгам. Поэтому эта тема, она точно актуальна для нас с вами. Эта тема не только для богачей, это тема для всех, потому что богатством могут искушаться все люди. Богатство часто становится для людей смыслом жизни, основным стремлением, целью, то, на что тратится все. Время, силы, вся энергия, все для того, чтобы заработать эти крохи. Богатство часто служит для утверждения самого себя. Если я бедный, то я Сашка, а если у меня много денег, то Александр Викторович. И мне даже не придется вас уговаривать, чтобы вы обращались ко мне, Александр Викторович. Мои карманы сами вынудят вас обращаться ко мне так. Возможно, кто-то даже на вы ко мне будет обращаться, несмотря на то, что он намного лет старше меня. Вот так вот это работает. И вот это такое ложное уважение, оно очень нравится нам. Именно поэтому многие люди хотят быть богатыми, чтобы ощущать вот эту такую услужливость других людей. Также отношение неправильное, отношение к деньгам искушает нас уповать не на Бога, а на свое богатство. Кажется, что если у меня будет много денег, я могу решить все свои проблемы. Мне не надо никому обращаться за помощью и унижаться. Если у меня проблемы со здоровьем, я могу купить самые лучшие лекарства, я могу нанять самых лучших врачей. Я могу обеспечить свой комфорт, все, что я захочу. Я могу это обеспечить. Мне не надо никого просить. И зачем я буду к Богу обращаться и мучить его по всяким мелочным вопросам? Я смогу сам это обеспечить. И вот когда это все есть, как-то Бог уже не нужен. Нужды в Боге нет. Мне и так все хорошо. Меня и так все устраивает. Вот эти три проблемы, связанные с материализмом, которые могут коснуться нашего сердца с вами. Богатство или неправильное отношение к материальным ценностям обесценивает в нашей жизни Христа. Уменьшает его значимость и напрямую конкурирует с ним. Нам приходится выбирать между Христом и материальными ценностями. Нам приходится каждый раз выбирать, а что для меня важнее? Он или те деньги, которые могут принести мне комфорт? Именно поэтому Иисус предупреждает своих учеников об этой опасности. Несмотря на то, что они никогда не будут богатыми. По сути, Он продолжает отвечать на вопрос того богатого юноши, который уже разочаровался в Иисусе и ушел. Он продолжает отвечать на тот самый вопрос, что нужно, чтобы обрести вечную жизнь. Иисус показывает, как неправильное отношение к деньгам может стать препятствием нам в спасении. Иисус, 23 стих, Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Вот это устоявшееся выражение «истинно говорю вам» – это фраза, которую мы часто с вами встречаем в Евангелии, в словах Иисуса. Это фраза, означающая, что сейчас прозвучит что-то важное. Это очень важная информация. Будьте внимательны и прислушайтесь к тому, что я сейчас скажу. «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Хочется сразу Иисусу задать встречный вопрос и порассуждать. «А что ты имеешь в виду под словом трудно? Трудно – это как? А трудно – это насколько? Да, действительно, мы можем согласиться с тем, что богатства как-то тормозят и мешают нам продвигаться в нашей вере, но все-таки есть же там много и плюсов. Есть же там много возможностей даже послужить». И Иисус следующей фразой, следующим стихом поясняет, что слово «трудно» эквивалентно слову «невозможно». Слово «трудно» эквивалентно слову «невозможно». Другими словами, Иисус говорит, невозможно богатому войти в Царство Небесное. 24 стих. Он использует гиперболу для того, чтобы показать это. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Он использует вот это преувеличенное сравнение для того, чтобы показать, что это невозможно. Богатый не может войти в Царство Небесное, как не может верблюд пробраться сквозь игольное ушко. Мы себе представляем и одного, и другого, и понимаем, что это невозможно. Именно этой фразой Иисус и хотел сказать. Как трудно? Невозможно. Невозможно богатому войти в Царство Небесное. Это крылатое выражение, которое использовали в то время, означающее для евреев что-то невозможное. Вероятно, что эта фраза была видоизмененной формой персидского выражения с тем же значением, где говорилось, что легче слону пройти сквозь игольное ухо, которое цитируется даже в еврейском Талмуде. Но в Палестине не было слонов, и самое большое животное это был жираф. Ой, жираф. Верблюд. Почти. Оба экзотические для нас. Верблюд был самым большим животным. Поэтому зачем говорить о слоне, когда можно говорить о верблюде, которого все видят, и легче будет представить. Поэтому вероятнее всего, что эта фраза была переделана и контекстуализирована для евреев, но это было точно устоявшееся выражение, которое говорило о невозможности. Некоторые люди смущаются, читая этот текст, и наверняка мы с вами тоже сейчас полны смущения, так как из этого следует, что у богатых, в принципе, нет надежды на спасение. И как-то это странно звучит. Как-то это не умещается в нашей голове, и нам хочется как-то перефразировать эти слова, придать им какое-то другое значение, чтобы сделать более подходящим. Поэтому некоторые толкователи прибегают к множеству различных объяснений, пытаясь как-то придать этому выражению значение все-таки трудного, а не невозможного. И некоторые даже предполагают, что в Иерусалиме были некие ворота, маленькие какие-то ворота, когда закрывались основные врата, можно было использовать вот эти маленькие ворота, которые были всегда открыты, но они были настолько маленькие, что верблюд туда даже не мог пройти. Его нужно было полностью разгрузить, заставить его лечь и как-то его там подтянуть, и тогда бы он смог пройти. И якобы эти ворота назывались игольное ушко. Таким образом люди пытаются как бы сказать, что да, это очень сложно, сложно богатому проникнуть в Царство Небесное, но как бы если постараться, если немножко примять, поджать, подтянуть, то в принципе может быть и возможно. Но на самом деле это красиво звучит, и это многое, что объясняет и смягчает наше понимание, но этой идеей, на самом деле, эта идея не подтверждается ни каким-то археологическим, историческим документами, что вот эти ворота когда-то были в Иерусалиме. Говорят, что где-то в Средневековье начали использовать вот такие вот ворота, их делали, но опять же совершенно для другой цели. Но утверждать, что там были такие ворота, это просто попытка как-то объяснить этот текст. Да, и как бы нам не резало слух данное утверждение, но Иисус говорит именно о невозможности богатому войти в Царство Божие, полагаясь на свое богатство. Утверждение удивляет не только нас с вами. Оно удивляет также учеников, что подтверждает, что Иисус не просто говорит о неких трудностях, а Он говорит о невозможности. Смотрите, 25 стих. «Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись?» Вот этот вопрос как раз и говорит о том, что они поняли Иисуса именно так, как Он сказал, о невозможности. И они говорят, если богатым невозможно войти в Царство Небесное, кто тогда войдет? Получается, там никому нет места. И причина их удивления заключалась в том, что в обществе царило мнение, что богатые имеют больше возможностей на самом деле для спасения. У них есть больше шансов на спасение. Поэтому, когда они слышат, что богатые не могут войти в Царство Небесное, они понимают, ну это единственные, кто более-менее как-то вот туда претендовали. Что говорить тогда о нас, остальных? А причина заключалась в том, что богатство, как понимали евреи, зависит от кого? От Бога. Бог дает богатство. А ведь Бог не раздает богатство лишь бы кому-то. Он дает особенным людям, благочестивым. Это Его благословение, это Его некая награда. Буквально эти люди в особом статусе у Бога, что делает их привилегированными по отношению к другим людям. Именно поэтому, когда все простые смотрели на богатых, они понимали, это Божий любимчик. Посмотрите, как Бог его благословил. Он одарил его деньгами. Он купается, как сыр в масле. Для кого спасение? Ну точно для него. О, мне бы тоже бы туда как-нибудь попасть. Более того, богатый имеет больше возможностей для спасения. Знаете даже, в чем это заключается? Он больше может купить лучших жертв для очищения. Чтобы иметь праведное сердце перед Богом, нужно постоянно приносить жертвы, очищая свой грех. Сколько может бедный принести этих жертв? Может птичку купить? Что может богатый? Самую красивую, самую лучшую овечку принести. И не одну, а много. Ну естественно, Бог обратит на это внимание. Более того, богатый может давать деньги на храм. Он может давать намного больше, чем даст бедный. Он может оказать больше милости для людей. Он может участвовать в строительстве синагог, как, кстати, и вот этот юноша, который был начальником синагоги. Возможно, как раз он ее и построил. На его деньги она была построена. Наконец, он может себе позволить иметь дома свое личное писание. Это мы сегодня с вами богатые. Тогда люди были бедные на Слово Божие, написанные, свитки были очень дорогие, не было печатных станков, не было дешевой бумаги. Поэтому позволить себе иметь писание в доме могли только самые богатые люди. И вот самые богатые евреи могли себе позволить это. Иметь писание в своем доме, каждый день читать его. А ведь это тоже бонус для праведности и для Царствия Божия. Иисус сказал однажды такие слова. Исследуйте писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Да, конечно же, здесь Иисус говорил о другом. Здесь Иисус говорит, почитайте писание, и вы там встретите меня, потому что оно говорит обо мне. Но интересную фразу, которую он здесь использует. Исследуйте писание, потому что вы думаете через него иметь жизнь вечную. Понимание еврея, что если он будет исследовать писание, это поможет ему спастись. Так вот, богатый человек имел намного больше возможностей и шансов, потому что он мог спасение принести буквально в свой дом и заниматься этим постоянно. Более того, у него больше свободного времени, ему не нужно столько работать, чтобы зарабатывать кусок хлеба. Он мог целый день посвящать изучению Слова. Поэтому, когда Иисус сказал, что богатство не помощь, а помеха, ученики усомнились даже в своем спасении. они были уверены, что богатством можно как-то расположить Бога к себе, приблизить свое спасение, обратить на Бога внимание количеством жертв, но оказалось, что это вообще не рабочий метод. Иисус успокаивает разочарованные сердца своих учеников, которые сейчас пребывают в растерянности от того, что они услышали, потому что причина, почему они следуют за Христом, они хотят быть в этом царстве, а оказывается, что это все так сложно. Кажется, что в этот момент царство для них стало еще дальше, чем оно было для них до встречи с Иисусом Христом. Смотрите, 26 стих, как Иисус утешает учеников, а Иисус, возрев, сказал. Часто эта фраза используется, как бы показывая особое такое расположение Иисуса к тем, кому Он обращается. Такое полное любви и заботы. Он посмотрел на них и говорит, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Человекам это невозможно. Действительно так. Но Богу-то все возможно. И данное утверждение указывает на то, что богатство и всякие человеческие усилия никаким образом не влияют на наше спасение, так как на спасение влияет только Бог. Нет ничего в этом мире, никакой ценности, никакого доброго поступка, которым мы могли бы притянуть к себе Божье Царство. И богатство не способно сделать это, потому что на это способен только Бог. Марка, 10 главе, 24 стих, эта же история описывается немножко другими словами Иисуса. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. И вот эта фраза уже звучит с большим объяснением и с пониманием, что не само богатство является препятствием вхождения в Божье Царство, а что? Надежда на богатство. Когда мы надеемся, что с помощью богатства мы можем приобрести Божье расположение и как-то приобрести себе спасение. Именно вот это невозможно. Иисус не говорит о личностях, которые обладают какой-то суммой денег. Потому что, если бы речь шла об этом, Иисусу нужно было бы задать вопрос. Иисус, скажи, пожалуйста, от какой суммы можно поставить статус богатого человека? Именно этот вопрос тогда нужно было бы задать Иисусу. И что бы мы делали сейчас, если бы Он назвал эту сумму? Мы бы богатели максимум до этой суммы, чтобы не потерять спасение. Но речь идет не о цифрах. Речь идет об отношении к богатству. Спасение нельзя купить, заслужить или заработать. Его можно только получить от Бога в дар. Те, кто обладают большими материальными ресурсами, склонны думать, что они не нуждаются в Божьих ресурсах. Поэтому Павел говорит Тимофею, кстати, что утверждает, что в церкви были богатые люди. Он ему говорит, богатых в настоящем веке увещай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Более того, апостол продолжает, увещая, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, не только деньгами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. То есть, неправильное отношение к деньгам препятствует вхождению в Царство Небесное, но правильное отношение к деньгам, о котором описывает Павел, наоборот, помогает, благотворно влияет на достижение вечной жизни. Также он говорит, «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Эти слова очень ярко показывают учение Иисуса Христа о материальных благах и показывают об опасности, которая поджидает нас в этой сфере. Павел советовал Тимофею, чтобы он поступал с будущими новообращенными христианами точно так же, которые были богатые, точно так же, как Иисус поступил с этим юношей. помогать им, чтобы они увидели опасность богатства в их жизни. Если человек предпочитает свое земное богатство господству Христа, его сердце еще не готово к спасению. Если для человека важнее материальные ценности, чем Иисус, этот человек еще не имеет спасения. Стоит отметить, что так же готовность отказаться от всего ради Господа само по себе так же не дает спасения. Если бы я был богатым человеком и взял все, отдал, раздал, как Иисус учил, продал, раздал нищим, при этом считая, что этим самым я заслужу спасение, скажите, я бы заслужил спасение? Нет. Если бы этот молодой человек просто сделал, как сказал ему Иисус, расчетливо, думая, что я сейчас променяю земные богатства на вечные, это бы тоже не сработало. Иисусу не нужно было уточнять это, потому что он знал, что он даже не будет пытаться это делать. Он настолько сильно любил земные богатства. Но когда человек поступает так, когда ради Христа он отдает всю свою жизнь и все, что имеет, вне зависимости от количества, это говорит о том, что человек имеет спасение. Такой поступок не дает возможности заслужить спасение, но показывает о наличии этого спасения в нас. Показывает, что мы находимся в ожидании этого спасения. Буквально, как будто бы мы нашли драгоценную жемчужину, помните, о которой притча, о которой говорил Иисус. Когда он ее нашел, что он сделал? Он продал все, что имел. Продал ровно столько, сколько нужно было продать, чтобы приобрести самое ценное и дорогое. Потому что вмиг то, что он нашел, оказалось самым важным для него. Все то, что он накапливал годами всей своей жизни, померкло буквально, когда он встретил эту жемчужину. Это жемчужина Иисус, которого, встречая каждый христианин, готов отказаться от всего. Это не значит, что все это перестало быть для них ценностью. Нет, оно продолжает быть ценностью, оно продолжает быть чем-то важным, нужным, но оно меркнет по сравнению с Иисусом. Когда Варнава, как и многие другие ученики, когда получили дар Святого Духа, помните эту историю, уникальную историю Первой Церкви, они продавали все свое имение и приносили к ногам апостолов. Это удивительный подвиг. Их никто об этом не просил. Это было желание их сердца. Они настолько любили Христа, они настолько любили Его Церковь, она настолько была для них ценная, что то, что они имели, их богатство, оно имело меньшую ценность, и они хотели это использовать для того, чтобы послужить самой главной ценностью. Их никто не заставлял это делать. Они не зарабатывали таким образом благорасположение Божие, они уже все имели, они уже были спасены. Но они делали это, потому что их природа, их новая природа влекла к этому. Итак, богатые могут быть все-таки спасены, но не на основании своего богатства, а на основании Божьего дара и условий, что богатство для него не является идолом или заменой Бога. этот принцип касается не только богатства, любая ценность, о которой мы только себе можем представить. Для кого-то может быть деньги не являются какой-то ценностью, для кого-то может быть другая какая-то ценность. Вы знаете свое сердце, вы знаете все свои ценности, вы знаете, что для вас дороже всего. Так вот это все также может неправильное отношение ко всему этому также может стать препятствием. Бог говорит славы своей не отдам никому. Бог не станет мириться с тем, что на троне вашей жизни восседают какие-то другие ценности кроме него. Он не будет жить там, где ему нет места, где ему нет места, которое по праву принадлежит ему, потому что он Бог. Бог не позволит, чтобы в вашем сердце, на троне вашего сердца сидело что-то или кто-то кроме Бога. Потому что самое правильное положение человека, самое счастливое положение человека, когда на троне его сердца восседает сам Бог, который его создал. Спасение уготовано только тем, кто оставил все и последовал за Христом, кто возлюбил его даже больше своей жизни. Помните, Иисус говорит, кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми крест. Крест это смертная казнь. Цена следования за Христом даже жизнь. Жизнь это тоже ценная штука для нас. Но ради Христа мы даже готовы должны быть и жизнь свою отдать. потому что Он является большей нашей ценностью. Это не значит, что мы просто должны убить себя и отдать свою жизнь. Речь идет о том, если понадобится, если будет в этом острая необходимость, даже на это мы готовы пойти, как и первые христиане это делали, погибая на аренах ради имени Иисуса Христа. Не с печалью, а с радостью. Так что все пришедшие смотреть на это зрелище, просто сами падали на колени и обращались ко Христу, потому что они видели, у этих людей есть нечто большее, чем даже их жизнь. И мы хотим иметь это. Петр, осознавая, как легко запутаться в понимании этих вопросов, спасение не смог не задать следующего вопроса. 27-й стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Петр, понимая, что те гарантии или те основы, которые были в его понимании, как приобрести спасение, рушатся одна за другой. То, на что он надеялся, то, как он понимал, все оказалось вмиг неправильным, и поэтому снова надеяться на какие-то свои взгляды и на свои ложные представления о том, как все-таки туда войти, было бы очередной глупостью, поэтому Петр понимает, что сейчас необходимо обратиться ко Христу и у Него узнать, а как все-таки обстоят дела с нами. И может показаться, что Петр спрашивает о некой выгоде своего следования за Христом. Ну, Иисус, смотри, мы же оставили все? Семьи там, мы сейчас не работаем на себя. А что ты дашь за это? Что я буду иметь? Кажется, что вопрос звучит именно так. Кажется, как будто бы Петр поглощен или предвкушает, как он будет обладать нечто большим, чем сейчас он жертвует. Буквально, как будто бы он вкладывает некие инвестиции. Немножко, чтобы потом получить множко. Но, если бы это было так, наверняка бы следующей фразой Иисуса Христа было очередное осуждение Петра. Петр очень часто нарывался своими вопросами или своими ответами, когда Иисус говорит, Петр, ты опять не туда. Что ты такое говоришь? Да как ты мог так подумать? Но здесь, именно в этом моменте Иисус не осуждает его, но рассказывает им все и отвечает положительно на этот вопрос. По сути, он спросил Иисуса вот о чем. Достаточно ли для спасения, что мы последовали за тобой? Вот то, что мы сейчас делаем, то, что мы сделали, этого достаточно или может быть надо что-то большее? То, что мы оставили все, говорит о том, что ты самая главная ценность нашей жизни? Или еще нет? Вообще, годимся ли мы для Божьего Царства? Есть ли у нас при всех нынешних обстоятельствах хоть какой-то шанс войти туда? На самом деле, это очень скромный вопрос. Это вопрос сомнения, в котором Петр продолжает быть, как и все ученики, которые недоумевают о том, что, оказывается, богатые не имеют спасения. Кто же тогда имеет спасение? Поэтому теперь личный вопрос, как обстоят дела с нами? А что происходит с нашим спасением? Есть ли какая-то гарантия? Потому что то, на что мы могли надеяться, оказалось, что это все ложная надежда. Есть ли у тебя для нас какая-то надежда? И посмотрите, что говорит Иисус. Иисус же сказал им истинно, говорю вам. Посмотрите, он снова употребляет это выражение, которое подчеркивает о том, что то, что сейчас будет дальше говориться, это очень важно. Это очень будет звучать утвердительно. Он говорит, последовавшие за мной в покибытие старое слово значит в новой жизни или в новом бытие. Последовавшие за мной в новом бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых. Иисус отвечает своим последователям и утверждает, что спасение Он лично им гарантирует. Не их гарантии. Он выступает в роли их гаранта, как того, за кем они следуют. Он говорит, я обещаю вам спасение. Более того, вы не просто будете спасены, вы не просто войдете в Царство Небесное, вы будете рядом со мной на троне. Буквально Он говорит о том, что уже приготовлены эти места. Эти двенадцать тронов уже ожидают вас, когда наступит этот момент. Это уже все свершившийся факт. У каждого из вас уже есть свое место, особенное место судьи израильского народа вместе с Иисусом Христом. Больше гарантии просто не нужно. Богатый юноша подошел к Иисусу, чтобы Иисус утвердил его в том, что он имеет спасение. Иисус разочаровал его, показав, что нет у тебя спасения. А когда ученики в сокрушении говорят, а есть ли у нас хоть какой-то шанс? Иисус говорит, вы мои последователи, у вас там есть места. вы будете со мною. Это прекрасные слова обетования Иисуса Христа, который говорит, истинно говорю вам. И это обетование касается не только апостолов, но всех, кто оставил все и последовал за Христом, кто сделает его самой главной ценностью в своей жизни. И если кто-то или что-то станет между ним и Христом, он откажется от этого, он уберет это, чтобы быть только, лишь только со Христом. Смотрите, 29 стих, и всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. И мы здесь видим снова утверждение, что он не просто получит жизнь вечную, но получит еще во сто крат. Есть некая награда, но кажется, все это звучит так радикально, посмотрите, что необходимо оставить для того, чтобы это все иметь. Семью, родных, близких, даже детей. Но это не значит, что мы должны сейчас бросить свою родню. Написано так же, кто не заботится от домашних своих хуже неверного. Но это значит, что Христос должен быть дороже всего этого, дороже самых важных ценностей нашей человеческой жизни. И если вдруг, если вдруг, не дай Бог, нам придется выбирать между Христом и семьей, какую ценность выберешь ты? Последователь Христа, несмотря на всю сложность этой ситуации, он выбирает Христа. Друзья, проверьте себя и свое сердце. Где оно? Какими ценностями оно наполнено? Оно во Христе или в благах этого мира? Иисус раньше сказал, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. или Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы, сами себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. проверять свое состояние, проверять свое сердце, проверять свои ценности, это то, чем мы с вами, как христиане, должны постоянно заниматься. Потому что, несмотря на то, что мы, верующие люди, имеем спасение, имеем Божий дар, мы все равно склонны ошибаться и иногда неправильно оценивать вещи. Нам каждый раз нужно поправлять свой ориентир и определять для себя, что для нас важнее, Бог или то, во что мы сейчас влюблены. Буквально каждый раз мы должны следить за троном нашего сердца и проверять, кто там, какие-то мои мирские ценности или там Христос. Все, что человек имеет, это дар от Бога. И все это следует использовать для славы Божьей. Если мы осознаем, материальные ценности для нас очень важны, настолько, что мы испытываем тревогу или страх или отчаяние, когда теряем их, это говорит о том, что у нас есть проблемы с этим. Если ради приобретения материального блага мы готовы поступиться честностью, совестью, Божьей справедливостью, законом, нам, значит, нам необходимо обратить внимание на ценности своего сердца. Если ради заработка денег мы готовы оставить служение, и не потому, что мы умираем с голоду, а просто лишь потому, что мы хотим иметь не меньше, чем имеют другие. Если вы постоянно ропщите от того, что у вас мало денег или вам не хватает денег, если вы смотрите на брата, который имеет больше вас, и у вас внутри возникает ревность и зависть, это все говорит о том, что у вас есть искушение богатством, и вам необходимо проповедовать себе Божью правду, о том, что во Христе вы имеете все, что вам необходимо, и даже больше этого. И не только в этом веке, но и в будущем. Беспрецедентно больше, чем вы только можете себе представить. Иисус самая большая ценность, Иисус самое большое богатство. Интересно, что даже слово богатство начинается со слова Бог. Бога тот, кто имеет Бога, а не кто имеет деньги. Пусть ваша жизнь наполнится борьбой за трон вашего сердца, где вы будете на стороне Христа, помогая Ему стать единственным престолонаследником в вашей жизни. Если же вы готовы все-таки променять Христа на богатство этого мира, если для вас богатство ближе, чем Христос, более ощутимое, больше, более реальное, чем Христос, потому что это здесь и сейчас, это то, чем вы можете воспользоваться, Христос невидимый, непонятный, неясный. Если Бог вам нужен только лишь для того, чтобы ваша жизнь обогатилась, может быть, вы до сих пор верите, что если вы будете ходить в церковь, то Бог благословит вас, у вас будет мало проблем, у вас будет лучше со здоровьем, у вас будет лучше в финансовой стороне, вы ошибаетесь. Это не так. Это значит, что богатство для вас важнее. Вы ничем не отличаетесь от этого юноша, богатого, который подошел к Иисусу, который имел многое, но потерял самое важное. если вы ощущаете, что материальные ценности для вас важнее, чем Христос, вам необходимо покаяться перед Ним, вам необходимо признать Его самой главной ценностью вашей жизни, вам необходимо стать Его верным последователем, потому что это вопрос жизни и смерти. Просто уйти в огорчение, это самое странное, что ты можешь сегодня сделать. Ведь даже Христос ради тебя оставил славу небес, оставил все ценности и богатства свои, пошел на смерть, пожертвовал самым важным, Он отдал свою жизнь ради тебя, чтобы ты имел вечную жизнь. Он более всего потрудился, чтобы ты имел вечную жизнь, все, что тебе остается просто стать Его последователем, просто принять Его дар. Он может даровать тебе спасение. Ничто в этом мире. Хотелось бы закончить одной историей, которую, возможно, вы знаете. Однажды один человек, который имел магазин игрушек детских, решил порадовать детишек из интерната, у которых не было детей. И до открытия магазина он привел целую группу детей в магазин и говорит, у вас есть несколько минут до открытия магазина, вы можете пойти и взять любую игрушку, которая вам понравится, сколько можете унести, берите, и это будет ваше. И все дети, не дожидаясь старта, ринулись вперед, чтобы набрать себе самую лучшую игрушку, самую классную, лучше, чем у других. Кто-то брал, потом оставлял, потому что находил что-то лучшее. Все были заняты выбором ценностей. И только лишь один ребенок остался на месте и стоял рядом с этим продавцом, владельцем этого магазина. И когда тот ему сказал мальчик, ты что стоишь, беги, у тебя мало времени, выбирай ценности. А он взял его за руку и говорит, а я уже выбрал. Иисус обладает богатствами всего мира. Все принадлежит ему, потому что он творец. Все принадлежит ему. Если мы размениваемся на богатство этого мира, мы как эти дети, которые бежим, набираем себе игрушек, забывая о том, что мы можем получить того, кто обладает всем этим. Без креста мы нищие, во Христе мы все богаты. Пусть Господь прославится вашей жизни. Аминь. Будем молиться. Господь милосердный, проверяя свое сердце, вижу, Господи, как много еще всякой лжи там и упование на ложные ценности. Мне до сих пор кажется, что богатства могут принести мне радость и покой. Они могут создать лучший комфорт, чем ты сделаешь. Кажется, что они могут обо мне позаботиться больше, чем ты позаботишься. И несмотря на то, что мой разум понимает, что это не так, мое сердце часто обманывает само себя. И я замечаю, как я начинаю искать в помойке этого мира в поисках чего-то ценного. Господи, прости, что стоя рядом с самой главной ценностью во вселенной, я ищу что-то в рожках этого мира и пытаюсь там найти свое счастье, забывая о том, что мое счастье уже давно в тебе. Господи, я молю тебя, помоги не просто понимать эти истины, но чтобы они стали частью моей жизни, чтобы в моей жизни это было отражено, что ты, Господь, не просто на основании моих слов, а на основании моих вер, на основании моей веры. Ты, Господин, а я раб твой, я живу ради тебя и для тебя. Пусть ты будешь прославлен, Господь моей жизни. Аминь.